Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, и сегодня, друзья, я ввожу новую рубрику на канал, если, конечно, вы её оцените лайками, просто я не раз видел от вас комментарии, чтобы я попробовал это сделать, и вот, собственно, я решился, рассказываю суть. В общем-то, мы будем с вами смотреть различную подборку ДТП с видеорегистраторов, я буду всё это комментировать, всё это создано даже не для того, чтобы просто там, я не знаю, вы посмотрели лишний раз там на что-то или ещё, плюс я, как бы, свои какие-то комментарии буду давать, разбирать будем вкратце, да, ситуацию, что да как, как можно было сделать, почему так произошло и так далее, то есть, прежде всего, это видео будет, так скажем, поучительным, что ли, ну, то есть, что знаю, буду рассказывать, делиться, может быть, каким-то своим опытом в каких-то экстренных ситуациях и так далее, в общем-то, не знаю, друзья, надеюсь, вам зайдёт это шоу, если да, то давайте, ребят, поддержим лайками, и также я не знаю, как назвать его, если что, да, если мы будем его вводить на постоянную основу, так что можете в комментарии придумать название. В общем-то, посмотрим сегодня два видоса, ссылки на оригинальное видео я оставлю в описании, это подборка ДТП на видеорегистратор номер 805 за январь 2018 года, и там ещё будет, типа, по-моему, номер 806 тоже за январь 2018 года. Так, в общем-то, давайте, чтобы не тянуть время, начнём, там я буду, так, регулировать тоже звук, чтобы это было, так, значит, смотрите, тачку развернуло, вот, сразу, сразу, да, смотрите, ситуация, то есть, скользкая дорога, да, снег, там, ну, тачку понесло с правого ряда налево, и в неё влепился солярис, точнее, он попытался протиснуться, и смотрите дальше, что происходит, форт, начинает, начинает оттормаживаться, и врезается, собственно, в эту машину, в колину, в которую развернуло, смотрите, ситуация, казалось бы, да, в данной ситуации, то есть, вот, вот, смотрите, какое расстояние, он видит, что машина стоит, и, как бы, у него есть, вроде, как бы, шанс вырулить, но, самое главное, что по ПДД вы должны держать руль прямо и тормозить, как бы, то есть, если вы попытаетесь куда-то вырулить, и, не дай бог, заденете кого-то, тогда, собственно, вы будете в любом случае виновником. То есть, в случае вот такой вот ситуации, как ни странно, водитель должен принять меры, нажать в тормоз, всё, и руль не крутить, поэтому водитель делал всё правильно с точки зрения правил дорожного движения, но, с другой стороны, конечно, в принципе, он мог попытаться как-то это, но мы не знаем, какое, на самом деле, было дорожное покрытие, поэтому, собственно, ему пришлось просто войти. Видите, Сузуки Гранд Витара, которая, собственно, тоже летела, она успела увернуться, но, в то же время, опять же, я говорю, если бы он кого-то задел на Сузуки, да, чел, то он был бы виноват в любом случае, поэтому, собственно, вот такая вот ситуация, не очень приятная, но, зато мы её с вами разобрали. А всё это началось просто из-за того, что Калину развернуло, и вот, собственно, три участника ДТП. ДТП. Так, следующее ДТП, Волгоград, машина стартует на зелёный, и я просто видел уже это видео, это, конечно, вообще пиздец, но, знаете, на самом деле, как бы, о, он ещё там, ещё транзит задел на фуре, на самом деле, как бы, тут вариант в том, что, типа, дальнобойщик летел на красный, я думаю, вряд ли, просто, ни для кого здесь секрет, что у них часто отказывают тормоза, поэтому, скорее всего, это такой случай, но, блин, это, конечно, пиздец. То есть, видите, как бы, всегда даже, то есть, мораль в чём? Вот, опять же, каждого видоса будет мораль. Мораль в том, что нужно даже, когда ты едешь на зелёный свет, светофора смотреть по сторонам, потому что, вот, вот, просто, вот, видите, как бы, неприятная ситуация. Так, смотрим дальше. Ага, ну, короче, ехала машина, да, вот, на которой висит регистратор, в принципе, блин, тут сложно понять, потому что, посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь полос. Машина, которая, вот, слева, она перестраивалась, перестроилась в итоге в машину, которая у нас с видеорегистратором, произошёл контакт. Смотрим дальше, это ещё не всё, то есть, вот, участники, так скажем, дорожного, дорожного, ну, ТТП останавливаются, и, в общем-то, дальше происходит следующее. Тут вот сверху подписано, к сожалению, вы не видите, автор видео пошёл доставать знак аварийной остановки, и смотрите, что происходит, опа. В общем-то, на самом деле, я вот про этот, по этому поводу размышлял уже тоже в своих каких-то видео, это такое, знаете, не очень приятная такая ситуация, вот, потому что часто такое бывает. Особенно, вот, если говорить про такие многополосные, там, какие-то хайвей, да, ну, грубо говоря, трассы, если говорим про левую полосу, то есть представьте, грубо говоря, ситуацию в левой полосе, на скоростной какой-то магистрали, где даже разрешённая, допустим, скорость даже 110 км в час. Произошёл контакт двух автомобилей, естественно, они остановились, выставляют знак, и, в общем-то, это всё опасно. Я вот реально, я, конечно, не знаю, как бы я в случае, там, чего-то повёл бы, но я бы, наверное, сразу сказал второму участнику, блядь, чувак, давай отъедем в сторону и будем разбираться, потому что будет пиздец, не дай бог. Потому что это так опасно стоять на таких вот, ну, таких участках. Конечно, понятно, что по, так скажем, опять же, закону, да, по правилам надо оставаться на месте ДТП, но, чёрт возьми, это всё может обернуться крайне печально, и поэтому, реально, я вот всегда вот по этому поводу такое, знаете, двоякое ощущение, не знаю, что делать, потому что вот так стоишь, реально, в левом ночью, блядь, ещё, неосвещённая дорога, левый ряд, какой-то там, знаете, вот из-за царапины встаёшь, пока там знак выставишь, пока там что-то с этим, со вторым участником обсуждаешь, допустим, и хуякс, блядь, не дай бог, какой-то... И гонщик, он просто там, там просто это всё может уже в трагедию превратиться, не дай бог. Так, следующее, следующее, следующее. Ага, ага. Сейчас у нас, смотрите, что будет. Опа! Нормально, нормально. Ну, здесь, как бы, как ни крути, виноват водитель Приоры, потому что, как я понимаю, он выезжал, собственно, со двора, ну и как бы не пропустил Сан Йонг, вот этот вот, потому что, как бы, и получилось, видите, такой небольшой замес, Сан Йонг ещё и улетел в припаркованный автомобиль и, конечно, довольно печально. Так, следующий видос, вот, честно говоря, я вообще не представляю, вот, 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 вот как. Вот объясните мне, пожалуйста, почему, знаете, часто такое бывает, вот куда водитель, вот, или водительница, или водитель Toyota RAV4 просто смотрел, или смотрела. То есть, вот, ну, как можно, вот, ехать, поворот, выполнять поворот. То есть, я понимаю, ладно, смотрите, вот если в этот момент, вот в этот момент, как бы, может такое чисто теоретически быть, что стойка автомобиля мешает увидеть пешехода. Ну, чёрт возьми, во-первых, нужно быть всегда внимательным. Ну, посмотрите, какое положение у автомобиля, здесь два человека идёт. Два человека, то есть, он уже, в принципе, повернул. Стойка сейчас не может просто визуально даже мешать. Смотрите. Вот, всё, человек идёт, вот он, вот он, блядь, вот, то есть, вот он даже уже прошёл машину, то есть, слева его видно, вот, было. Смотрите, идёт следующий человек, и просто уже, когда, грубо говоря, перед машиной, он, куда вообще, как так можно, я не понимаю. Ну, собственно, мораль из этого, то, что даже будучи пешеходом, переходя на пешеходном переходе, там, я не знаю, переходя даже на зелёный свет, надо всегда быть аккуратным, максимально, и смотреть по сторонам, потому что вот какой-нибудь водитель Toyota RAV4 может быть, так скажем, не очень внимательным. Так, следующее, 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 это Московский проспект в Питере, я знаю, естественно, где это. Сразу смотрим на знаки, в принципе, сразу смотрим на знаки, которые показывают направление движения. В общем-то, это у нас, я так понимаю, Kia Optima едет, по-моему, или Hyundai Sonata, но неважно. Короче, он поворачивает, в принципе, оттуда, откуда может это делать. А вот троллейбус едет у нас в полосе, которая предназначена только для движения направо. Ну и, собственно, получается небольшой контакт, хотя на самом деле довольно большой. Ну, такой неприятненький, в общем-то. И знаете, с одной стороны, не, ну как с одной стороны, троллейбус-то всё равно, я понимаю, усики, не усики, так скажем, да, как бы, ну, должен ты ехать в своей полосе, из которой тебе можно ехать на, ну, прямо точнее, да. Но почему ты едешь тогда в это, и почему получается такая фигня, как бы, ну, водитель троллейбуса здесь виноват. Блин, вот этот видос, конечно, вообще просто пиздец. Ульяновск, короче, написано, да, водитель газели просто выезжает во встречном направлении, смотрите, движется, да, в сторону, собственно, перекрёстка. Выехал на выделенку, короче, где трамвай ходит, и едет просто в лоб автомобиля, смотрите, просто едет в лоб. То есть, не, ладно, окей, как бы, бывает всё, может быть, там он иногородний, или ещё что-то, типа, там, перепутал, но, во-первых, странно то, что он едет виляя, да. Во-вторых, как бы, он просто едет в наглую дальше по встречке, неужели не видно, что здесь, ну, видно, конечно, адекватному трезвому человеку. Поэтому дальше происходит, на самом деле, просто, смотрите, что. Водитель Паджеро выходит и просто бежит, смотрите, просто красавчик, просто красавчик, смотрите, что делает. Смотрите. Просто, вот, вот, блядь, вот, понимаете, то есть, как бы, ладно, хорошо, тут даже дело не в смелости, то есть, что, там, подойти, там, пьяного, там, открыть машину, забрать ключи. Ну, хотя, конечно, тут смелость тоже должна присутствовать, не каждый так сделает. Он просто поступает максимально правильно, вы понимаете, то есть, смотрите, какая реакция, вот он буквально едет, понимает всю ситуацию. То есть, вот, смотрите, вот, вот, увидел, посмотрел на водителя, увидел, что он нетрезвый, смотрите, выходит сразу же, останавливается, выходит, бежит. Это надо, ну, понимаете, да, когда такая ситуация, надо сразу же реагировать, вытаскивает ключ. Просто, то есть, реально, ну, представьте, реально, если бы он не вытащил ключ, что могло бы случиться? Ну, не дай бог, он бы выехал там на тротуаре, начал бы всех давить или еще что-то. Или поехал бы по встречнику, потом в лобец кому-нибудь влетел бы. Не, конечно, просто, вот, реально, просто похлопать можно. Ну, смотрите, блядь, пиздец. Ну, видно, что, короче, нетрезвый мужик. Ага, ключи пошел искать, блядь. Пиздец, я в ахуе, на самом деле, вот от таких ситуаций, это, конечно, вообще полная жесть. Так, друзья, теперь подборка, которая номер 806, тоже от января, последняя, вот. Первый Уральс, город, тут, конечно, начало такое, прям, знаете, сразу довольно жестковатое, но... Смотрите, на самом деле, блядь, конечно, жестко уебало, очень жестко. На самом деле, тут очень странная ситуация, потому что, с одной стороны, непонятно, во-первых, почему водитель Лачетти делал разворот с правого ряда, да? Во-вторых, здесь, я не знаю, тут, конечно, грязная разметка, я так понимаю, не видно вообще, что там. Ну, такое ощущение, что в таком месте, знаете, на как раз, два, три, по-моему, трехполосное в каждом направлении, поэтому, на самом деле, здесь, мне кажется, должна быть, по идее, двойная сплошная, если вот так посудить. Конечно, ее не видно, скорее всего, но такое, знаете, опасное местечко, не думаю, что здесь можно прямо развернуться. То есть, грубо говоря, будем считать так, скорее всего, водитель Лачетти начал разворачиваться с правого крайнего ряда через... Ну, грубо говоря, в месте, где это нельзя делать. И, как бы, здесь его встречает, я даже не успеваю посмотреть, это то ли Антара, то ли, то ли Мока, Опель, или что это вообще, или Саньон, а, это, нет, это Инфини, Аутлендер, походу. Бля, не видно, короче, очень смутно. Ну, короче, жестко, жестко, и, понимаете, то есть, ну, с другой стороны, по видео видно, что этот кроссовер несется не с 60 км в час, по-моему. Но, с другой стороны, может быть, тут вообще 90 разрешено. Короче, Лачетти не прав. Хотя, с другой стороны, быстро ехал и кроссовер. Там даже колесо покатилось, смотрите. Ну, жестко. Но сейчас будет еще жестче. Сейчас будет полный пиздец. Я, на самом деле, такого даже не видел давно. Это просто пиздец. Это... Это просто пиздец. Это вообще пизда, Ивановна. Это, конечно, я не знаю. Бря, ну, трасса, это всегда опасно, знаете, вот, ну, я по трассе вообще, наверное, большинство своей жизни проездил. Это, я говорю, как будто я дальнобойщик просто. Ну, реально, я очень часто, кто, собственно, следит за моим инстаграмом, за моей жизнью, знает о том, что я ездил раньше постоянно в сторону Ростова, обратно до Питера. И, в общем-то, я знаю, что это всегда максимальная внимательность и надо, ну, быть готовым ко всему. Но здесь какой-то пиздец произошел. Если честно, даже непонятно, потому что, ну, видно, что это, скорее всего, знаете, вот, как бы, похоже на трассу Москва-Питер, похоже на какое-то из поселков, потому что там очень много по пути поселков, где проезжаешь сквозь. И нужно, как бы, естественно, сбрасывать скорость от 60 до 80, грубо говоря, ехать, как в населенном пункте. И очень похоже на такую вот местность, но здесь ни 60, ни 80 ехала легковушка и каким-то образом ее понесло. Она чуть ли, смотрите, ну, точнее, не чуть ли, а она просто подлетела и влетела в лоб ровно в фуре. Потом ее разорвало на части, фура просто осталась без морды, а от машины вообще легковой ничего не осталось. Она еще и загорелась сразу. Это, конечно, пиздец. Так, следующая ситуация. Усинск. Ну, блядь, классическое такое, знаете, ДТП. Но, как бы, по правилам, естественно, виноват, собственно, водитель Тусона вот этого вот. Потому что он должен был пропустить. Если, конечно, тут, знаете, бывает просто, что отдельные секции светофора регулируются. Допустим, если у них была стрелка для поворота налево, а у тех был красный свет, да. То есть вот слева несется у нас L200 Mitsubishi. Если бы у нее, если у нее красный свет горит, конечно, он не прав тогда. А они по секции налево едут. Но если они, как бы, обычно просто и туда, и туда горит зеленый, то водитель Тусона, Hyundai вот этого вот, он должен был, естественно, пропустить L200 и после этого только повернуть. Ну, тут еще, смотрите, странная ситуация, потому что буквально сразу же загорается уже зеленый для регистратора, для водителя с регистратором. То есть там буквально уже мигающий зеленый у них был или что-то такое. Ну, короче, на самом деле классика обычная ДТП, поэтому здесь, ну, жестко все равно. Довольно быстро ехал L200, поэтому удар такой довольно приличный получился. Вот это ДТП вообще максимально непонятно. То есть, смотрите, водитель Пола едет, скорее всего, с небольшим превышением скорости. И здесь, как бы, Лантра просто поворачивает направо с самого левого ряда. И такое ощущение, что она даже сваливает, потому что она, как бы, не права на самом деле. Потому что это резкое такое перестроение на четырехполосной дороге, где, как бы, ну, естественно, надо было убедиться до конца в своем маневре. И да, он, по-моему, свалил вообще. Такое ощущение. Ну, Пола тоже нормально шел. И тут следующее сразу ДТП тоже идет, кстати, довольно... Знаете, вот, честно, я вот не понимаю. Вот. На нахуй! На нахуй! Короче, смотрите, в видосе слышно, что водитель едет с ребенком. Или даже, ну, по-моему, это, ну, не плач, а детский голос слышен. У меня вопрос, блядь! Если ты едешь с ребенком, вот я всегда вот удивляюсь. Я вообще, знаете, вот, я, честно, я не говорю там, что я святой всем, и, как бы, все равно в чем-то там виноваты или еще что-то. Но, блядь, я даже, когда еду с одним пассажиром, я еду уже по-другому. Вот, и я думаю, что это должно быть у каждого человека, то, что ты, блядь, не только за себя отвечаешь, прежде всего, когда едешь в машине. Ты отвечаешь, как минимум, еще за одного пассажира. Ну, если ты едешь с ребенком... Почему? Вот, объясните мне, смотрите. Он так уверенно наваливает. Такая ебучая каша на дороге. Он такой, нормально вписывается что-то, потом его понесло, и он начинает крутить баранку. На, нахуй, еще тачку уебал. Еще раз уебал. И опять вылетел. Короче, не, я, конечно, понимаю, что там, да, ну, как бы, он, видите, едет не очень-то медленно. Не старается там овощить в правой полосе. Он просто вот тут вот сужение это было видно. Кашу на дороге тоже видно. То есть, как бы, ничего удивительного, что такая хрень-то произошла. Но, как бы, рулем крутить резко в правую сторону тоже не повод, на самом деле. Потому что, если ты видишь такая ситуация, и что рядом с тобой справа автомобиль. Тиранисты уже бочиной левой об эту стену, об ограждении, и все. Зачем, как бы, усложнять задачу до такой степени, конечно, не очень понятно. Так, следующее ДТП тоже довольно-таки серьезное. Смотрите, несется бора. В АКУ влетает, потом еще в кого-то, и еще в столб. Ну, тут, на самом деле, как бы, сначала можно подумать, что что-то неадекватное происходит. Но у меня тут напряг вот этот момент. Смотрите, видите, водитель первого фокуса. Не, конечно, может быть, что он поехал помогать. Но, наверное, была погоня. Скорее всего, что-то у них там какие-то терки произошли. Потому что он сразу, видите, подъезжает к Вольцвагену сразу напрямую. Не, может быть, конечно, он мог подъехать помочь. Но у меня вообще-то такое впечатление сложилось. Как-то фокус быстро нарисовался. И именно поехал сразу, видите, помогать. Поэтому, скорее всего, вот такая вот фигня и произошла. Он, скорее всего, удирал от кого-то. Может быть, там еще и сзади еще и ДПСники подспевали. Ну вот. Поэтому как-то... Ну да, жестковато. Жестковато, конечно... Пострадало тут. Надеюсь, из людей никто не пострадал. Но, как минимум, вот АКУ задело. И потом еще автомобиль один. И, как бы, еще дорожные знаки со столбами. Не знаю, был ли повод так удирать, конечно. Ну, понятно... Нет, я не защищаю ни в коем разе. Конечно, водитель виноват, что вообще так несся. И еще и не справился с управлением как-то непонятным образом. Бля, вот это, конечно, вообще ржачно. Крузак 200-ый. Улетает уже почти на красный, на глубокий желтый. Как бы зачем-то... Я вот не понимаю. Смотрите, то есть впереди него едет машина. Он пытается успеть повернуть налево. И, блядь, успел. Просто успел. Красавчик. Вот, вообще, просто красавец. Успел. Теперь постоит, подождет. Теперь, я думаю, точно намного быстрее, нежели было подождать 39 секунд. Вот здесь вот видно. До зеленого, да? Ну, конечно, надо было поспешить. И еще, я не знаю, как он умудрился, конечно, там они могли не разъехаться. Но это довольно-таки странно получилось. Друзья, ну и завершим это все вот этим видосом. Я, честно... Просто вот... Нет, нет, подождите, вот объясните мне. Ладно, мы говорили сейчас про видос с пешеходом, да? Когда вот там RAV4 поворачивал и не увидел, избил пешехода. Объясните мне. Смотрите, судя по таймеру, здесь прошло минимум 5 секунд. Вот, когда вот водитель повернул, едет прям... Вот что нужно делать? Куда нужно смотреть? Чтобы вот сейчас не видеть этот Хайлюкс? Почему вот такая паника под конец перед торможением? Объясните мне. И вот это вот экстренное, супер-экстренное торможение, прям вот за миллиметры там, я не знаю... Вот что вот происходит все это время? Куда смотрят водители? Я не понимаю. Как вообще это возможно? Вот куда? Ну, я серьезно не понимаю порой. Как бы, ну, серьезно. Вот это странно довольно-таки. Ладно, друзья, на этом видосе мы будем заканчивать. В общем-то, ставьте лайк и пишите комментарии, если вам понравилась, так скажем, рубрика новая, да? Если она, конечно, будет продолжаться. Опять же, напомню, что ссылки на оригинальные видео будут в описании. Если что, можете посмотреть. Ну и, в общем-то, увидимся в этом шоу, если вы его поддержите, наверное, уже скоро. Все, ребят, до новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Будьте аккуратны на дорогах.